Порошенко, Юля, Жуания Там много других, но они все равно были представители старого политического класса. Они пришли, потом они перессорились, потом был второй Майдан, опять Януковича выдали еще раз второй раз и опять привели представителей старого политического класса. Почему? Потому что были люди после того война, которое случилось в Саджи Спонтану, а гневуны сказали, мы же власть с собой не заберем, они власть с собой в районе кончат, они сказали, мы же власть не заберем к себе домой. Там Чинанцы, там Хмельницкий, там Днепр, в Одессу, Николая. Давай кому отдать? Ну, это тем более нормально. Кажется, тут Порошенко парк весь говорит. Вроде более цивилизованный, Кричковый и все остальные. Давайте не переходим. Передали и пришли те же самые. И сейчас это первый случай, после двух Майданов, когда люди считают, мы вообще никого не хотим. Мы вообще никого из них не хотим. Поэтому это реально электоральная революция. Не надо бояться нового, кстати. Вот, помимо того, что это правительство, у нас правительство Украины, минимум несколько министров, который выканавчил вывозки. Вы знаете, что, например, Украина, она не министров, она не главного членов, я бы в Украине. Есть огромное количество министров, у которых даже не министров. У нас есть огромное количество местных руководителей, которые не руководители, они выканавчили. Ну, скажите, пожалуйста, что по за последние три-четыре-пять месяцев Порошенко сделал для управления страны? Да ничего. Он занимательный братья Кабаха. И что, обрушился мир, небо упало на землю? Что-то, когда из Украины, даже ничего не происходит. Когда они не работают, даже, по-моему, лучше. Поэтому бояться нового на фоне того, что лучшее правительство Украины – это правительство, которое вообще не работает, потому что, когда они работают, они много вреда приносят. Каждый не стоит. Первое. Я был учащиком Украинского правительства в вертикали и знаю, про что там говорят. Но я был губернатором. И когда я долго пытался вникнуть, в чем функция губернатора, я понял, что есть функция, которая у них есть, помешать чему-то. Я думал, губернаторы какие-то в Украине зарабатывают деньги, ну, коррумпированные. Ну, как они зарабатывают? А тем, что не мешают. Тем, что, ну, как вам он, бизнес скажет, не хотите, чтобы у вас забрали землю? Не хотите, чтобы у вас прикрыли бизнес под санитарные какие-то там условия? Не хотите, чтобы у вас там завтра от налогов заявилось? Это стоит 40 лет. Я вас буду защищать от всех. То есть в Украине власть делает деньги за счет того, что кому-то не мешает. А если она вообще не будет мешать, даже денег не будет делать. Если вообще не будет. Поэтому никаких проблем я с этим не мешаю. Это первое. Второе. Сейчас тенденция, вот этот грязный, весь прут, который вылез на украинцев, делить украинцев на полноценных и идиотов. Вот полноценные идиоты – это те, которые, несмотря на все плохое, все равно запустил дела, идут и голосуют за брошек. А неполноценные – это те дебилы, если точки зрения, которые подались на пропаганту, приусловлены и голосуют за детского. И, допустим, ситуация очень простая. Поражаем как раз прихватить все остальные национальные снижения. Он все это время говорил – «Мога – это я, вера – это я, армия – это я, держава – это я, патриотист – это я, европейский выбор – это я». А все, кто против меня, в одной огне не будет. Все, кто все благоразумеет, все надо будет. Ну, такая пропаганка сейчас ведется. И ситуация такая, что, когда мы говорим про правительственную риту, так, званую риту о справде, о грошек производства, то в них ходят и оппозиция. Вот, например, лишь во формальном оппозиции. Там много других формально оппозиция. Они, у них есть роль. У них есть роль власти, у них есть роль оппозиции. Но как их отличить, что они одно и то же? Во-первых, они все хорошо живут. Скажите ни одному политику в Украине. Правда? Скажите, а имя или фамилия? Один политик национального масштаба, который еле ходит с конца с концами, они имеют большую тачу, не имеют большую квартиру. То есть они все с одной торможью форматся, извините. И, а теперь, во-вторых, вот вчера я посмотрел, есть такой некий учащий, глава украинского выделения Transparency International. Transparency International для тех, кто в курсе, это главная антикоррупционная организация в свете. У него и у цельной организации украинский видел, учебец видел пан Юрчишин, глава, главной антикоррупционной организации, еще он говорит, я все закликаю голосовать и запрошаю. Его просто следоват очень. А так он супер, он там. Этот Юрчишин или сам полный депутат, идиот, идиот, или всех нас отримает за идиот и в депутат. Ну, как? Ну, ладно, тебе не нравится ответственность. Заткнись. Как можно призывать украинцев голосовать за крестного отца украинской королицы? Все очень просто определяется. Господин Трамп был бизнесменом, когда стал президентом. У него имущество сократилось где-то на треть после того, как он стал президентом. Почему? Потому что в Америке нельзя совмещать президент, кто и бизнес. Не получается. Нет времени. У Порошенко имущество минимум утроилось, а в прошлом году, поскольку он обмывал деньги, официально выросло 95 раз доходной заботы. Это называется корруптика. Когда украинская армия, которой нужны элементарные вещи, я сам знаю, потому что много послал тех, тепловизоров или разных вещей, покупает массово катера бронированные заводы Ленинской Кузне, которые нафиг там никому не нужны. Потому что я был в Одессе, я работал на своем месте, я знаю, что мои морские силы абсолютно эти бронированные катера никуда не нужны, никому не нужны. Это, кстати, последнее столкновение с Версонией с россиянами хорошо показало. Украинская армия тупо покупает большое количество завод Ленинских Кузне, потому что это катера Порошенко. Это называется коррупция. Когда Кладковский, являющийся его бизнес-партнером, во-первых, который никакой экспертизы не имеет, кроме Антонуса, Погдан и рынков колхозных, это его теперь правда. Становится главой всех военных сортов в Украине, это уже коррупция. А когда Кладковского ловят вместе со своим сыном на то, что он 11-12 украинскую армию, это мародерство, это коррупция, это напрямую за это отвечает президент, потому что это его бизнес-партнер. Каждый доллар, который заходит в карман Кладковского, делится на три части. Это Кладковский, Каганенко и Порошенко. Порошенко и Кладковский. У них такой бизнес, у них партнер. У них все доходы делятся, и там Порошенко 50%. И Кладковский зарабатывает на моей промышленности. Это называется коррупция. И поэтому я хочу спросить господина Юльчишина, как на фоне всего этого ты, глава антикоррупционного организма, можешь призывать голосовать за коржение, если ты полностью сам не прогнилась, полностью сам не участвовавшись в этой камушке? Если ты полностью за все эти деньги, день, время, сам не брал деньги, и сам не пытался во всех столах партнер. Я смотрю, там есть организации честно. Романтическая организация, которая следует за тем, чтобы не порушали законный, там, был правительственный контроль за выборчим процессом. Главная цель, это я здесь, когда я был в Украине, главной целью был и я. Сейчас главная цель – это сегодня Гриценко. И сейчас странная позиция нет. Больше, больше. Гриценко, они украинцы. Про Порошенко практически ничего. Ну, я-то чуть-чуть там скажу, за фону, что. А что будет, как получится? Они тоже часть этой украинцы. То есть, в Украине, в Печерской треугольнике. Все выглядит иначе, как оно есть. Оппозиция – не оппозиция. Громантские организации – не громадские организации. Власть – это так, как не власть, это не политическая власть. Все это вместе – одна мафия, одна шагеря. И украинцы, наверное, это поняли. И послали всех в одну власть. Поэтому обижаться не стоит. Потому что наконец-то они поняли, что у них роли распределены. Что они просто играют сверху. Когда ты говоришь, типа, ты будешь давать, ты сейчас будешь, следующий год оппозиции, давать ты будешь грамматской организации, давать ты будешь независимой прессы, давать ты будешь еще грамматом. Давайте будешь радикальным уличным бойцом. Но в решающий момент всегда больше на нашей стороне. Давайте будешь супернационалистом. Расскажите, пожалуйста, когда я приехал к ней учиться, Петр Порошенко был молдаванем. Ну, был молдаванем, потому что я поступил из силы комиссионных отношений по ходу Грузии, а он поступил по ходу Молдовы. Когда мой друг геохарманишин меня, его ко мне в нее не приставил, у меня не было особого отношения с ним, но он говорит, вот парень из Молдовы, молдаванин Петр Порошенко. А Петр Порошенко его. Когда ему было 20 лет, он был молдаванем. Украинский он стал учить позже меня. Он очень гордился, что жена его, классная девушка, женщина Марина, русская, россиянка. Он очень гордился, что его невеста россиянка. Скотину, я могу пропустить момент, когда он стал таким ярким украинским националистом. Но не надо играть в эти же вещи. Знаете, будь собой. Будь собой. Когда ты начал украинский украинский язык, это нужно тебе 30 лет исполнить. Потому что уже модно это стало. Потому что это можно использовать, а когда уж тебе плохо, и ты кричишь, что ты остальник, захистный, новый оказался в Краине, как минимум это очень неграсиво. И поэтому мне кажется, что это фальш украинцев спустили. И поэтому не надо говорить, что все мы против, все против молодых родных. Но знаете, когда бегает, главное решало крановским вышиванием, у которого израильский еще пару других паспортов, и до которого украина это просто место зарабатывания денег, больше ничего, а он главный смотрящий за судебную систему, за прокурорскую и так далее, это нечестно. Это неправильно. И поэтому эту самую страницу надо перелести, перелосить не стать уже. Но сейчас что будет следующее? Мне кажется, что следующее это то, что будет сложно. Посмотрите, что происходит сейчас избрать нового президента. Все знают, что он будет президентом, но никто из действующих политиков его не поддержал. Ну, по-моему, Смешко сказал все. Никто из действующих политических лидеров не призывал голосовать за Зеленского. Все говорят, или мы нейтральные, или кто-то говорит, надо пожаловать бедному Порошенко, что у него там сахарный диабет, ничего, что он нам не обещал. Все очень больно такие вежливые стали. А почему надо так сделать? Потому что каждый из них надеется, что Зеленский потеряет краску после того, как стали президентом. Каждый из них надеется, что ничего не выйдет. Все украинские политики играют на то, что Украина опять станет дозером. Что ничего хорошего из этой страны не выйдет. Да, потому что этот круг лозер они все создавали в последних председателях. Шершопа не было, ничего хорошего из этого не выйдет. Я абсолютно не приемлю эту логику. Вы не принимаете эту логику. Вы, каждый из вас, который пришел в этот зал, несколько сотых людей, вы и есть носитель украинского генетического кода успеха. Каждый из вас достигает успеха в своей жизни. Кто-то в своем бизнесе, кто-то в учебе, кто-то в науке. Вот Сергей Трушин с нами тут очень хороший ученый, одновременно очень хороший украинский активист и патриот. Но и мы и пронеплены. Если каждый индивидуальный украинец, я был, когда это было, в прошлом году в Калифорнии было собрать 6 тысяч украинцев со всей Калифорнии, просто Калифорнии. Каждый из них успешен. У каждого из них логистика, строительный бизнес, IT бизнес, инженерный бизнес. Куда ни посмотришь, везде украинцы, никто не жалуется вообще. Посмотрите на Польшу. Главный источник просто Польши – это украинцы сейчас. Давайте будем говорить как есть. И практически, если кто-то с картошки не съехал, никто не жалуется. Все этого очень рады. А нам улучшают, что украинцы они труды. Почему? Потому что они хронически не могут наладить свои собственные дела. Потому что успешными они могут быть только в Украине. И никто из этих политиков сегодня не желает и этому президенту успеха. Но это факт. И что нам надо делать? Нам надо делать для того, чтобы президент Зеленский стал успешным. Это было бы хорошо. Но чтобы народу, как Украине, наконец-то стал успешным. Чтобы никогда больше никому не доверять в слепую. Это очень важно. Никогда больше никого не оставлять без контроля. Никогда больше не восторгаться, а потом сразу разочаровываться. Проблема же в Украине в том, что… Я на себя долго раз наблюдал. Несколько раз по-другому. Люди быстро восторгаются, а потом быстро разочаровываются. И это не проблема национального характера. Это проблема опыт. У людей опыт только плохих вещей. И они ухватываются как за палочку, выручалочку. Вот это вот сейчас поможет. И оказывается, что это тоже не то. Или кажется сразу, что это не то. Поэтому мне кажется, что у президента Зеленского будет очень мало времени. Очень мало времени. И Юшенька, после того, как пришел с огромным мандатом, с помощью народа, было такое классное время, я помню. Я ходил и ездил с Юшеньком, я был президентом Грузии, в Украине. И он пришли на каранду пошли, и там было огромное, конечно, молодежь. Все улыбали, все вахвали ручками, все. Была такая мягкая. Я сказал, блин, ты посмотри, вот всякие люди можно чудеса делать. Украина будет светодержавая не только Европа, мира. Вот эти люди особо сдаты на дыро. Я думал, как ты с ним попрацуешь правильно. Я думал, что ты звернишь свою энергию. Даже ничего не надо делать, просто мне надо мешать. Было потрясающее время. Ахметов бежал в Швейцарию. Я на бою скрывался где-то в Донецке и ждал, когда его посадят. Кевалор, который главный там Петрохуев, укрепился на своем одесском замке. И вдруг призывал одесситов его не сдать. Милиция, которая должна была вот-вот прийти его в наручниках оттуда забрать. На таможне и налоговой сразу перестали брать взятки. Обрадовавшись от легкого испуга, глинулся полагод. Наркоджал себя в русском политичном. Через некоторое время стал премьером Украины. А ющики мне говорили, что это классно, все классно, все выяснили. Схильный фильм, саххильный регион. То есть шел в древе. На самом деле это было самоизденение, без применения в швейцарской коррупции. И все прошло в счет. Сейчас будет такая проблема. В Селесии заходит, весь полагод заинтересован в том, что он потерпел в неудачу. Все старые политики, новых политиков в Украине практически нет, заинтересованы в том, что он потерпел в неудачу. Потому что, когда он легко управляет и его в любом районе не может убрать. И у него очень мало времени. И у него практически среди тех людей, которые мелькают на экране, нет никаких союзников. Что надо делать? Мне кажется, что Герман, что надо делать, делать как раз то, что все остальные не сделали. Первое. Срочно назначить настоящим генеральным прокурором. Я знаю этих прокуроров, этих побед, которые там существуют. Они придут сейчас до него и будут разговаривать. Матиос, например. Чипулитцей. Вот Цападора оказалась на экране сейчас. Да мы, пан Президент, у нас есть правы, мы всех и засуджем. Да мы всех за грати и отправим. Вы только нам скажите, надайте и все будет хорошо. И они не будут приходить. Потому что они сказали Ющенко, Януковичу, Порошенко. И то же самое повторится задуматься. Нельзя брать старых прокуроров. Улика, мы видели. Вот такой прокурор Улика. Это один из самых обратителей прокуроров в истории прокуратуры Украины. Короте там только образовалось, возбудили дело против него. Потом дело закрыли. Потом Порошенко объявил его лучшим прокурором в истории Украины. Наградил орденом. Вызывал на себе и получал вести дело против меня. Причем Кулик сам сказал позавчера, это три дня тому назад. И сейчас Кулик сидит в эфире и рассказывает, что главным преступникам это Порошенко. Точно так же, как он рассказывал, что я от НТФСБ. Савтра, если Кулик назначен тем прокурором, он еще год будет заговорить с Украины Зеленским, а потом будет рассказывать, что Зеленский был главным преступником. Поэтому нельзя их тратить. Надо находить вообще новых людей со стороны. Вообще новых людей украинцев. Которые не часть системы. Которые никогда не были частью системы. Нельзя в старую бочку с оленями кидать свежевую цель. Не обязательно оставайтесь с собой. Свежее от этого не будет. Берешь нового человека. И берешь дела, которые существуют против Порошенко и своего плана. Прокуратурой, НАБУ, САП. И коронитовы, СШИТАДЮМ. Если Зеленский оставит Порошенко и его планы в правительской полиции, ему конец. Прошитов уже говорит, да, но сейчас, как бы эти выборы не закончились. Осенью у нас будет баланс большой. У нас будет свой пример. А потом будет вечер. До этого выйдем. И опять будут наши президенты. И что такого не было? Их надо сажать. Их надо объявить нелегативным угрогам украинской политики. Не допускать ошибок Ющенко. И не допускать ошибок всех сильнейших поколений. И другому не надо больше. Сельце Бумын, Иваны. Мы их помогаем, да? Это первое, что надо сделать. Второе. Полностью обновить пюрократические пары. Во-первых, сократить их в чертовой матери на три четверти. Вот вы видели, какой-то губинатор Семенов рассказывает в Одессе. Это твердое дело. Что в Украине делают главы областных администраций? Да ничего. Надо этот институт отменять. Что в Украине делают областные советы, кроме того, что пройдут? Вот я был главой областной администрации Одессы. Был наш опыт совет. По 10 самые худшие дороги были когда в Европе. И сейчас немного лучше. И когда мы, когда где-то 4-5 раз в году об Совет распределял бюджет. Это что-то была процедура. Площадь перед областной администрацией заполнялась лучшими машинами. Там было два Майбаха, четыре Рос-Ройса. По 10 единиц дороги. Вот этот парадщик, которого назначил сейчас губернатор. У него есть Майбах? Да, кто-то я не знаю сейчас. Наверное, за счет. Майбах стоит где-то 700 тысяч долларов. Он сройдет, оттуда нет дороги. Раз в 2 года там устраивал праздник для людей, раздавал бесплатно пищу. И на этом Майбах я как-то куда добирался, я не знаю. Это было лучшими на карте есть. Естественно, я сейчас его и лучшим губернатором. И когда... И зачем вот эта опция? Представляете, и что такое было распределение бюджета? Разведение бюджета, они говорят, вот они приходят и говорят, нам нужно на университет в детячей лекарне 23 миллиона гривен. Я уже добрый, скейки требовал, чтобы у нас была лекарна. Потому что в АТСе нет хорошего. А так вот и кажут. Ну, АТС 400 миллионов. И вся ее программа на 20 рублей. То есть мы должны, оказывается, выделить 22 миллиона гривен на то, что якобы будет построено через 20 лет. А почему? Потому что за депутатом совета и застройщик, это в одном лице. Вперед 22 миллиона это оплата за его лояльность на следующий год. Ну, как рука может? Я скажу, за 22 миллиона мы построим два центра обслуживания граждан, где будут документы выдавать быстрее всех в Украине. А как? Как? Вы против детячей лекарнии? Нет, так я скажу, я против детячей лекарнии. Такая форма. Потому что в Украине будут будут. Ну, так они работают. Поэтому, если завтра отменить все советы и все было администрации, денег касается минимум 10 отборщей людей. Вот это надо делать немедленно. Бюрократия надо сокращать на 3-чете немедленно. То, что мы в фильме показали, мне кажется, что правильнее всего вывезти в госаппарат вообще из Киева куда-нибудь. Чистая поля, действительно. Соргать эти функции и вывезти. Нанять новых молодых людей. Хорошими зарплатами. Хорошей мотивацией. Но подачи от центра, подачи от соблазнов киевской жизни, дискотек, всяких там злачных мест. Пенчатские квартиры. Когда-то вот мы тут, мы вам донимаем квартиры, вы работаете, поработаете 4 года. Дальше вы захотите поработать. Каждые 4 года продаем контракт. Вы работаете на Украине. Но основные решения принимаются народом. Когда я сказал про прямую демократию, мне понравилось это, потому что я про это за это говорю уже последние 2-3 года. Почему? Потому что, посмотрев на этот парламент, я убедился, что ничего хорошего они как решение менять не могут. Негде поработать. Давайте лучше. Вот если в сколько лет я здесь участвовал выбора, расскажу. По прямой сделке. Вот это абсолютно лично. Почему? Потому что надо ехать в космос. В Варшаву или трактор. Становиться длинной очереди. Там маленький космос, что я видел. Специально сделан так, чтобы создать проблему. И ваше мнение не действует. А если взять телефон, вот этот айфон, иметь специальный ад, как он у вас узнает по глазам и по рукам, по пальцам, заходишь в свои пальцы и тебя спрашивают, у кого ты хочешь здесь президентом Украины. Это же элементарный закон. Один пункт закона, что можно голосовать электронных собственных качеств. И, например, есть карты, допустим, как пенсионные карты у него. Карта есть, обычная карта, которая есть. Вот эта. У которой есть чип. Ладно, нет у тебя смартфона, но у каждого пенсионера более-менее есть карта, которая вот эта. Вот чип, правильно? Хочешь терминал, и точно так же можно голосовать. И тогда сразу добавить к избирателям Украины минимум 7-8 миллионов украинцев, которые за границей. А что такое всего 8-8 миллионов украинцев за границей? Это самый лучший представитель Украины. Это люди, которые получили и вызвали запас украины. Опыт работы в настоящей карты. Опыт работы в экономике без олигархов. Польше нет ни одного олигарха. Польше нет ни одного миллиарда. Вот так получилось. Польша на много богачей украины ни одного миллиарда. Вот так получилось. Система такая. Польше нет. Хамутенников, Ворощенков и так далее, и так далее. Хамутенников и так далее. Но Польша есть. Большой средний класс. Польша есть. Возможности экономические. Не идеальные. Украина может быть на глазу лучше создать, но есть. Вы голосуете за на выбор. Второе. Вы голосуете за каждое важное решение по вам. Это очень просто. Налоговое решение. Кто-то собирает 200 тысяч голосов, чтобы поставить на решение. А потом большинство голосов голосуют за людьми. Украинцев про все миры. Чем мы не умнее любого из них. Чем казак-аврилек, он умнее каждого из вас. Там есть люди, которые, нет ни одного человека, который умнее вас. Есть люди, которые хитрее вас, которые подлее вас. Это есть. Например. Я не знаю, знаете ли вы такого депутата Хамутыника. Депутата Хамутыника трудно знать, потому что я его несколько раз видел на экране. Один раз в жизни, но я не запомнил о каком. Если сейчас узнаешь, могу не узнать. Но я знаю, что существует. Он глава какой-то фракции там левой. Зам главы финансового комитета. Никогда у плановых лечений произнесут жизни. Никогда, никаких интересных законопроект не вносил. Но депутат Хамутынин все знают, что он стоит больше чем половина Парламента. Почему, потому что, если ты хочешь, кто хочет провести в Парламенте, ты должен идти Хамутынинку. Если не нужно возвращение МДС, тебе надо идти к Хамутынинку. Если тебе нужны другие налоговые дела или там налоговые, если тебе надо идти к Хамутынинку. Если вообще чего-то хочешь попробовать сделать в Украине, У хамудейника есть личный самолет, который стоит 70 миллионов долларов, несколько яхт, огромные усадьбы по всему миру. Этот тип всю жизнь сидит подумать. То он у регионалов, то он в нашей Украине, то сейчас ППП или там садельки ППП, всю жизнь сидит подумать. Скажите, пожалуйста, путь Маламет продолжался и дальше хамудейник будет еще важнее. Так может, отменим его власть тем, что мы можем сами принимать решения вместо хамудейника. Вот история с европейцами, все говорят, как европейцы. Мы проголосуем, пусть один раз, народ Украины сам решит. Дает налоги, но народ решит, а не хамудейник. Сейчас опять подлили на несколько месяцев до утра. Потом опять будут и чертажировать, потом опять что-то. Давайте пусть. Кто-то ставит голосование, народ решает. Может, большинство народа решит, что их всех на раз за раз, а можете и отнять. Может быть, а можно, а вдруг. Поэтому мне кажется, что прямая народовласть – это прямой путь контроля этих людей. Ну, швейцарцы это делают все время. Правда, у швейцарцев там процедура надо идти на участки, хотя там департамент Гуражев ввели электроны это. Давайте читать наши качки. Давайте голосовать у каждого, а мне кажется. И мне кажется, что любой следующей власти Украины надо создать программу возвращения украинцев к народу. Украина – один. Когда мне говорят, что Хорошенко привел Украину в Европу, он реально выгнал украинцев в Европу. Это правда. Люди проголосовали ногами, и мы выехали в Европу. Это правда. Но по ВВП Украина упала на 45 процентов, то есть она никогда так далеко не была от Европы. По волонным продуктам. По уровню коррупции этот Юрчишин, который говорит, что надо голосовать за Порошенко, наверное, забыл, что по уровню коррупции Украины на уровне Нигерии, а это субсахарная Африка. Чуть-чуть далеко от Европы. Туда летели за 4 часа 8. По уровню криптократических институтов, например, как у нас было в Одессе, Ктруханов, Колоненник, Анкерт, Бресман и так далее. Уровень в Средней Азии – это где-то между Узбекистаном и Тургменистаном. Никак не в Европе. В Европе ничего-то было быть не может. Единственное, что в Европейской Украине – это благодаря Визвизу, который, извините, ребята, но это моя инициатива 2008 года. Моя, Михаила Саакашили, потому что в 2008 году, когда нас напали, я и Боросу выступили, ну, у нас был Колбел, у министера Санкт-Польши. Мы тогда говорили, что можно получить. Мы получили восточное партнерство, как ответ на российскую агрессию, и я требовал много разных вещей, но из них только вышло, чтобы говорить, ну, ладно, мы вам дадим бизнес. И тогда шведская комиссар по эмиграции Валстром, по-моему, фамилия, она с нами начала работать, и мы это сделали. Порошины тут вообще ни при чем. Украина, наоборот, отстала, и потом уже было политическое решение принято, когда уже Грузия получила, через несколько месяцев, ну, как Украина. Но вот этот безвестий, который полезен для каждого из вас, нас, он, на самом деле, это штрафно-национальная трагедия. Потому что никогда так много людей не теряло Украину после колдоборов. Единственное хорошее дело, что вы все живы, вы не в земле лежите, вы ходите по земле, вы тёрдо стоите на ногах более-менее, и вас надо возвращать в Украину. Как создавать условия? Знаете, вот, я говорю о своих опытах, я был президентом в месячных девяти лет. Семь лет из девяти лет у нас был позитивный ингредиционный баланс, больше возвращался, чем выше. Почему? Потому что не создавались в курсе. Вот если у вас есть, например, СТО, где-то, все есть вопросы, или там, Перу Кармя, или там, КАТЭ, или там, маленький строительный бизнес. И он будет приносить больше доходов в Днепре, в Рома, в Киеве, в Виннице, вы, конечно, откроете, как минимум, филиалов. Это не так. А как вы можете приносить больше доходов? Очень просто. Во-первых, меньше доходов, меньше налогов. Во-вторых, налоговое освобождение для людей, которые возвращаются. В-третьих, специальные кредиты для людей, которые за границу в Украину. Специальный партнер для этого создавать. И главное, полное отсутствие коррупции. И мы даже знаем, что никто к вам не будет приносить. Как? Это вот здесь. Все очень просто. Отменить три четверти к минимуму 75%, а так и 80-90% всех регуляций, которые существуют. Вот я, Сергей Карпоши, со мной будет мой друг. У него все бизнес в ГИПе. Ему цепляется постоянная налоговая, потому что он хочет работать чистую. А для налогового, если ты хочешь работать чистую, это личное скопление. Потому что, а как ты не будешь кушать, если ты, у тебя все чисто. К ним приходит испекция пракции. Какого человека нужна испекция пракции? Кому она нужна? Чему она служит? К стране, с одной стороны, нехватка квалифицированных рабочих рук, потому что все уезжают. С другой стороны, безработица, среди тех людей, которые вообще уже отчаянили. Что здесь инспекция пракции? Зачем? Лишь бы кто взял людей на работу. Лишь бы кто дал им доход. Они приходят и говорят, ну ладно, я еще понимаю, в Польше бы говорили, что у вас не оформлен, нелегал. Правильно? А угряне знают, что проверяют? Наверное, человек заболел, но нельзя плюлить. Приходят и говорят, ну это ургет на рабочем месте. А где справка? А справка и нет, платите 324. А если завтра их полностью отменить, что будет ничего не будет, все будет хорошо? Если отменить санитарную инспекцию, что люди начнут травиться массовой войны, то и будет кто, какой полумный владелец кафе будет травить свои клетки? Если завтра отменить пожарную инспекцию в Украине, что пожары будут, то кто хочет, чтобы дом горел? Или в офис кафе? Они просто все. Но зато люди не будут платить пожарные инспекции, санитарные инспекции, инспекции в РАЦИ и будут платить свой бизнес. Если завтра отменить 33 разрешения, которые нужны для того, чтобы вино разливать в Украине. Знаете, у меня в Грузии, единственное, моё имущество, я разрешил мою презентацию, полгектара виноградика, 75 подарков методов. Я разливал вино там несколько лет. Как в Грузии это работает? И разливаешь вино, и его пьешь. А потом, если хочешь еще продать, и его продал. А потом, когда получил доход, и если доход превышает твои расходы, ты уже идешь в налогио и заявляешь, что видите, вот я тут продал. Получит доход, сколько с меня? А как происходит в Украине? В Украине для того, чтобы иметь виноград, нужно разрешение. Для того, чтобы развивать вино, нужно 33 разрешения. Из них, если ты живешь, например, в Закарпатии, откуда нет аэропорта, до Киева, нет. Ты живешь в Одесской области, например, под Измаилом, тебе надо ехать в Киев за семью разрешением, министерство. И министерство решил развивать вино, министерство говорит, ну в этом году мы уже заняты, мы приедем проверять твой погреб во второй половине следующего года. Дальше ты не можешь ничего развивать. А если хочешь что-то развивать, то понятно, что можно эти вещи ускорить, конечно. А ты маленький производитель, у тебя нет денег на то, что какому-то жадному чиновнику, который хочет нашраться тот вечер во французском ресторане на Печерске, дать всякую. И куда они посмотришь, что это так? Их можно обменить, эти все вещи, максимум за сто дней. Максимум за сто дней можно навести порядок. Максимум за сто дней можно украинить, коробку сократить, коробку супереваться. Максимум за сто дней можно дать людям ощущение, что все большие народы. Как это сделать? Разрешите ли кто-то президент Железного это сделать? Нет. Парламент будет против, все интересы будут против, все местные власти будут против, все коробки в этой системе. Как это сделать? Только через народ и через прямую демократию. Первые несколько месяцев у нового президента будет, а только один союз, народ Украины. Или он использует энергию народа через гаджеты, через прямые уличные демонстрации, или у него нет эффектива. Или у него сидят гораздо быстрее, чем ющик. Поэтому мне кажется, что сейчас нам все надо быть очень осторожны и очень внимательны к детям. Ошибки, конечно, будут. Но лучше привести новых молодых людей, которые наломают каких-то дров. Мой друг Влад Славгавл говорил, что лучше год ошибок, чем еще 25 лет саботаж с новым годом. Пусть они лучше допускать ошибки этих людей. Но когда мне говорят, что у них нет эффектива, то у Украины нет никакого политика позитивного эффектива. Скажите мне один пример позитивного опыта в Украине, тогда я скажу хорошо этих людей. Один. Сейчас я по дороге сюда встретил женщину с двумя симпатичными детьми. И она говорит, спасибо, что у Чурганина сделал таможенный пункт. И этот пункт выливал, я не знаю, какими-то когтями, гаммами и так далее у властей. И все пора не просто наезд. Просто тупо пришел, снял оттуда их какие-то вагоны и так далее. Накричал на всех, но они сначала меня появились там. Потом поставил абсолютно новые прозрачные кабины. Сделал технологический процесс, чтобы люди проходили быстрее. И вот женщина получала три года и мне сказала спасибо вам, что это сделали. Но мне кажется, что у меня нет украины положительного опыта. Потому что я знаю, что можно было сделать из Одессы. В результате я сделал только, отнял один пляж у олигарха, посуду на таможню, заставил потратить деньги на дорогу, которая на самом деле проселочная дорога Одесса-Регия. А там нужен автобанк. Поэтому и у меня нет позитивного опыта Украины. А в остальных тем, у меня есть только единственный опыт, что я не брал денег, не искорился. Все. Единственный опыт, который еще в Украине, что кто-то для конца не испортился. Но так мне тоже очень мало. Но кто-то что-то создал, такого опыта Украины нет. Поэтому давайте вообще много опускать. Можете у них волоситься. Мне так, как я спрашиваю, нет. И давайте вовлекать массу активно. Не просто для формы, для пьяна, как это было. Вы привезли этого из Германии, из Америки. Вот они сейчас будут подниматься и так далее и так подобное. Оказалось, все чушь. Нет. Серьезно давать полномочия. Пускать вперед с вашим опытом, с вашим интеллектом. Поэтому мне кажется, что я очень оптимистично. Я очень оптимистично наложкован за вас. Думаю, что в целье новый час мы утратили пару раз на час. Сейчас у нас опять, у нас в Украине последние пять лет опять. Ну, пять лет назад, пять лет тому назад, например, лично у меня было больше энергии. Пять лет, и пять лет это целая эпоха. Вот пять лет тому назад, например, почти нигде в мире, то есть в мире не было Упера, допустим. Так? Пять лет тому назад, очень много вещей было иначе. Пять лет спустя, много машин будут при водителе. Пять лет спустя, некоторые машины будут летать. Пять лет спустя, ну может не мы с вами, но много людей могут себе позволить летать там в космос. Пять лет назад, а мы, если оставим эту систему, пять лет тому, спустя будем наблюдать, как Лешко целует сто первую корову перед телекамерой. Вот так. Как Хамудей продолжает брать взятки в парламенте. Как у премьер-министра Порошенко, после эпичмента Зеленского, в очередной раз договариваться с бывшими регионалами и так далее, строить широкую коалицию. И может Юля, там будет еще кто-то, и они будут еще раз говорить про уведомленность Украины. И про мои путни и вылоги перспективы. И украина может этого не выдержать, извините. Украина их будет расти. Узначена церковь ВВП. Каждый год, следующие 15-20 лет, ее вообще не может не быть. И сепаратизм разжигается не заявлением просто, а бедностью, а бесперспективностью. Когда Порошенко говорит про сепаратизм, когда у него жена Марина вышивает платки с Труханова, ну не получается, у меня что-то не сводится в этом месте как. Труханов – это и есть олицетворение российского сепаратизма на всем юге Украины. Это и есть самый главный сепаратист на юге Украины. Когда Порошенко говорит про сепаратизм, он договорится с Нариком в Днепре, с криминальным авторитетом, у которого, кроме того, что на него много трупов и много плохих вещей, но он реально абсолютно промосковский, и все это знают. И Дарик сейчас, главный союзник Порошенко, потому что его мертв Билатов сбежал во время выборов. Но это плохо. Поэтому, товарищи, я не говорю, надо эту туму уже заканчивать. Короче, поэтому у меня нет никаких рекомендаций, как-то смело двигаться вперед, не бояться, и быть вплощенными системами. У Ларшевых функций, а не ноги, заканчиваясь на выбор от 21-го, она только начинается. Потому что, в конце концов, вы содержите сейчас Украину, извините. Украине не осталось практически ни в промышленности. Украине не осталось почти высоких технологий. Украине не остались те ресурсы, которые были практически полностью истощены. Ну, не природные, а то, что надо было сказать, природные еще остальные слова. Единственная, главная источница содержания Украины – деньги, которые вы перечисляете. Этими деньгами они живут, этими деньгами они ходят в свои пристрастия, этими деньгами они покупают дома в Марбелле, этими деньгами они отдыхают на Мальтиоффе, извините. Вы их содержите. Вы оплачиваете деньги. Потому что, когда вы перечислилили деньги, часть этих денег через НДА, через налоги, через все, а всегда в бюджете оттуда прямо отсюда этих карпатов. Поэтому вы не имеете права от этого способа. Потому что это все отражает на вас. Гораздо больше ваших родственников выйдет, гораздо больше ваших людей будет знакомых нуждаться в вашей помощи, и гораздо больше будет нагрузки для вас все больше и больше, чем Украина будет меднее. Знаете, я надеюсь, что Украина представлялась начать молдавания. Молдова опасная страна, где много молдавских друзей. Но извините, Молдова стала страной пенсионеров. В России не осталась молодежь. Там нет вообще никакой экономики. Там остались пенсионеры, которые живут за счет перечислений. Всех остальных молдаван, которые в Италии, Португалии, Польши и так далее. И главный Олег Молдавский, Португ, берет большую часть перечислений в силе, а часть оставляет на пересетях пенсия и на потку фабрику. Вот Порошенко делает из Украины большой Молдову. Но не может Украина без Молдовы изменить. С такими ресурсами, с таким потенциалом, таким совсем. Каким образом Украина может быть в Молдову? Винницкий отрасль украинец Молдовы, видимо, тоже это влияние. Но хотя он на ноль распилен в Венессуру. Поэтому мне кажется, что надо пригодить. Но Украина должна быть сверхдержава Европы. Конечно, это был кошмар для Путина. Ну и что? Еще лучше. Это не так хорошая новость для многих европейцев. Они хотели, чтобы Украина была успешна в рамках чего-то. Они слишком. Но это была взрослая новость для украинцев. Украина имеет потенциал быть державой, сверхдержавой, чтобы державой 21 века. Над державой Европейским координатом. И я уверен, что этот шаг не только не улучшен. Он только, мы только, вы только, должны его использовать на благо каждого из вас. И сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Аплодисменты. 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 Здравствуйте, Михаил. У меня такой вопрос, хотя опять хочу вас поговорить, поскольку я из Одессы, и я действительно увидел то, сколько вы для нас сделали, и это ужасно, то, что вы не смогли все-таки закончить свои дела. Вопрос мой следующий. Как вы думаете о решении украинских проблем? Были вы лучше волюнтаристские методы, или даже все-таки демократические? Спасибо. Первый метод кто? Волюнтарист? У нас волюнтарист последние 30 лет в Украине. Может быть, наконец-то надо дать народу снова все-таки. Мне кажется, что диктаторские методы вообще уже не работают. В 21 веке они идти. Все говорили, Сингапур, Сингапур. Я сам говорил, что надо Сингапуризировать Грузию, но вот Сингапур, даже сегодня он бы не смог стать Сингапуром. Люди в 21 веке, они стали все умные, они все в интернете, они все сами с усами, они все поняли, что к чему. Поэтому мне кажется, что сейчас лучший метод для Украины полная народа власти. Знаете, вот одесская история. Одесская история очень просто. Они думали, что одесситов можно всегда держать за лохом. Ну что в Одессе нужно? Время от времени наезжать, что-то там какие-то здесь разрезать, договорить с местной мафией, давать им все. И одесситов всегда будет голосовать так, как договор. Знаете, одесское слово договор, правильно? Иначе лучше. Договор, все, местная мафия договор, все хорошо. И это местная мафия, которая в 12 раз подошла до Грузова, которая уничтожила весь исторический центр Одессы, которая разграбила все земли, которая остановила этот рост, которая не дает возможность там развиваться никакому бизнесу, если это не связано с калантерником, санкером, Трухановым, там еще тремя, четыремя организациями. Которая просто захватила все, которая убивает коротко. Это сумки строят на тропе здоровья два здоровенных корпуса. На глазах у всех их закрывают, бить для остальных одесситов корпусами хрущевской эпохи. И вся проб-зона убитая, убитая, дороги в каком состоянии, фасады в каком состоянии. Специальные, то есть убиваются, это то, что показано в фильме. Я не думаю, что одесситы всегда все сделают. А кто не сделает, кто выйдет. Весь мир полон одесситов успешных. Самый богатый человек в Аблии Одессит, медицинамер Нью-Йорка долгое время очень успешен был в Одессит. Все они действительно там. Куда не подходишь из Одесситы, я встречаю везде, 100 до 50 тысяч моряков плавают одесситов вообще в мире. И вот это действительно показали, палец большой, власти, в ответ на все унижения, оскорбления, запасы, осозненности не будет. Потому что когда в кончании это был дом приема, дом приема, чтобы понимали, стоит в том месте минимум 20 миллионов долларов. С осозненностью на французском бульваре. Они устроили электронный аукцион якобы, и на моих глазах с 2 миллиона гривен забрали этот дом в себе в кармане. Потом я в присутствии кончение это сказал Порошенко, дом приема, укая. Порошенко ударил кулаком по столу, немедленно вернуть, нехайно повернуть до державы. Мы сделали ему там резиденцию для приема бинозальных костей. Я продавался, вот этот резиденцию, вот, это в начале моего работы было. Вот молодец. И сейчас я не говорю, что Селенский это актер. Актер это Порошенко, великий. Селенский, по сравнению с ним, запутал актер, что он ушел. Он так это сыграл на моих глазах, что вот для меня у тебя сейчас немедленно, вот как вы не вернули этот дом в себе, так в украинском государстве ничего не выращивали. И более того, был прокурор Сапареллитин, он возбудит сделан на Труханову, на его заместителя, посадил главу Кижановки, посадил там главу Затоки и так далее. Восбудит дело, накивал на его за налоговое нарушение. Потом все эти люди, которых он посадил, пытался посадить. Написали коллективное письмо президенту Порошенко. Где написали, что давайте самовредит, ведет аморальный образ жизни. Поначалу с секретного хода заезжает в отель Бристоль, вводит туда женщина, устраивает оргии, нюхает кокаин, знакомая история, правильно, сейчас в Селенской. И он тогда уберет. И Порошенко, возбудившись, возбудившись, прочитал это, наконец-то, правду письме, немедленно вырос обрадится. И все эти дела были закрыты. А потом уволили меня, и тех, которые посадили, на другую же тему пустили. Так вот, глава Крижановки, эта женщина, она еще хуже, чем Порошенко, Янукович и все остальные месяцы взяты. Потому что она 30 лет управляет этим маленьким селом в центре Одессы. Почему-то село в центре Одессы. А почему-то не понятно, почему. И там туда заезжаешь, и люди говорят, мы будем тихо говорить, потому что они услышат. У Ангуст лично, в 18-м году или в 17-м, они боятся, что их услышат, глава сельсовета их могут там, я не знаю, что с ними сделать. И могут, потому что в Одессе отцепляют людей. Полный беспредел. Довольно против всего этого. Надоело все. Сколько можно себя самих обманывать. Они думают, что для одесситов это обычный метод голосовать за мафию. Но они так устроены. Они всегда голосуют за бандитов. И главное, с этим бандитами сейчас договорились. Оказалось, что они там. Они проголосовали против всех. И большинство против всех Украины голосовывают в Одессе. И почему-то, потому что большинство всех по ним поехали. И поэтому мне кажется, что эта история, она это шанс. Ну, шанс. Одесса, если ее правильно сделать, мы, я не знаю, кто-то из вас видел бы в Италии в Афресе, 20-30 по-другому месяцу взяли. Это, я вот уже вижу, как в промзоне, там можно новость никакого построить. И сам я действительно должен быть. Как только там не будет монополия, карантемика, она себе просто не может появиться в политику. И Одесса вытащит всю Украину. Если меня спросить, какие-то большие кусочки экономического роста для Украины, на следующий год, это военная промышленность Украины. Сумасшедший потенциал высокотехнологического военной промышленности, вместе со своим IT и так далее. Украина может экспортировать оружие минимум на 2-3 миллиарда. Это разовет высокие технологии, это разовет все остальные вещи, это разовет и утиритарные вещи для Украины. И второй большой потенциал – это Одесса. Одесса, если здесь сделать летнюю столицу Украины, просто главным локомотивом по логистическим центрам Черноморского региона Южной Европы, Юго-Восточной Европы, Одесса только вместе с военной промышленностью могут обеспечить минимум 6-7-8% роста экономики в следующий год. Вот, вот, реальность. Ха, Порошенко тогда приезжал, и, знаете, вот, нельзя вот играть в эти вещи. Я говорю, я тебе устрою встречу с народом. Нет-нет, мы все нормально организовали. А я здесь у тебя ходил, чтобы он несколько сопоставился, увидел пообщаться, как народ, а они его и не съели. Ну, не столько. Я говорю, вдруг, смотрю, останавливаемся у какого села. Выходит глава села, известный, как у Саня, в Вашеванке. И выводит каких-то 50 клоунов, но тоже в Вашеванке. Ну, в этом селе, ну, оно не украинское село. Ну, скажем, там, украинское государство, то есть, ну, и не украинское, там особо в Вашеванке нет. И они, эти 50-клоуновые актеры в Вашеванке, они ничего не говорят, это глава села, который говорит украинское. И от села, благодарного села, он выражает благодарность, но я не говорю, это. Господи, Близи, это не настоящие жители, это не настоящие люди. Что это? Не хочется пообщаться с настоящими людьми. В обычных рабочих полных костюмах, в блашках, ядер, майках, безвешеванных. Просто пообщаться, это только будет на том языке, на котором они изъясняются, и рассказывают, что реально здесь происходит. Что это за статистиками? Вот они вот, все время вот за этих людей держали население в районе ГАА. И когда, ну, как раз открывать дорогу, отец Алинин, ну, что тут говорилось? Отецы не полностью почти мы закончили торгар, оставался одна развилка, еще там, по-моему, 20 километров починить, и он в 40-го стартая этих километров выросла ровно 4 раза, после того, как я уже не могу играть. 4 раза. Глава дорожной компании, Алиска область, там, 3-го, один хороший гражданин, то есть, друг с Армении, имеет личную яхту и личный самолет. Личную яхту, личный самолет, на которых он заработал тяжелый труд, делает дороги Одессины. А в Одессе самые худшие дороги в Европе. А кому принять вторую большую компанию Духанова, конечно. Ну, ребята, вложились, надо же зарабатывать, тяжелый жизнь в Лондоне. Его партнеры в Лондоне живут, в Осердниках. Вот такая история. Путь подавать адрес. На автопридор Таня Волоса. Добрый день, господи. Здравствуйте. 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 Георг. В первую очередь, я хочу вас поблагодарить за организацию этой конференции. Вы мне, наверное, большинство присутствующих компанируете, как один из многих демократов из СНГ. Михаил Николаевич, у меня будут, если позволите, три коротких вопроса. Первый вопрос. Я сам из Одессы, из Малиновского района, живу в 10 метров от центра помощи граждан, который вы открыли. И никак не могу назвать вашу конеценцию на выступку губернатора Адельской области неудачной, но и максимально удачной ее тоже назвать не могу. Скажите, пожалуйста, кто или что, скорее, кто не дал вам полностью реализовать ваши идеи нежелание на... А вот, давайте, я вам скажу, центр обслуживания граждан. Как его зовут? Герой. Герой. Очень приятно. Центр обслуживания граждан. Мы, когда его открывали, ну, сначала, во-первых, конечно, это мы открывали именно технику строства, потому что государство не имя не дало. Мы нашли там, там, в центры, ну, частично взяли какой-то маленький уже до финансирования, там был центр благотестного отец, это типовые вещи, которые используют на выборы, а когда выборов особо не было, но я сказал, забираем этих детей, мне все равно, давайте. Забрали, сняли помещение, и там было 66 услуг, когда мы начинали. Но, какая ситуация в Грузии, когда эти услуги, чтобы мы понимали, в Грузии, ты нажимаешь на кнопку, и моментально вся информация появляется. В Украине нет электронных реестров, тогда не было точно. То есть, для того, чтобы получить информацию, с какой-то, про имущество, эти ребята, там машина была дежурная, садились на машину, ехали в какой-то сервис, набирали оттуда, потому что каждый из них торгует этой информацией. У нас было 66 услуг, Порошенко открывалась пламенную речь, какую речь сказал про реформы, что я в жизни никогда не смог запомнить и произвести, просто я был улет, как он говорит. и когда 66 услуг было, и мы должны были скоро начать выдавать паспорта за полчаса, внутренние посвятки, там за, не под, свидетельствует, то есть антикарту, там, внутренний паспорт, антикарту, потом уже за, тоже за полчаса, это, и мы должны были увеличить количество услуг за 233. Вместо этого они поменяли закон и снизили количество с 266 до 40. То есть не только не увеличить, а снизить. Не только они сделали электронно-резки, а сделали, например, по-пряму для должникового электронов, существующий резкий. Почему? Потому что, по-моему, Ульяново-Скатеринский где-то был офис такой же умери, где все эти старые женщины сидят, где там в дружбинной очереди, и где на готовой засадке, им было компуляции. Поэтому это раз. Вторая история. Виткрытый вид непростой. Виткрытый вид непростой, это даже было, если у таможня, где которая, ну, Порту мы это делали, я того делал в Грузии, поэтому никакой голосовет меня не было в поле. Любой груз проходит максимум за час, максимум, если больше часа, это уолит ЧП, и сразу там всех увольняют, и так далее. Все решения принимать компьютер, углублено, рассматриваясь не больше 5-7% грузов, и все делается в суду, как просим в офисе, и все быстро происходит. Что они делали? Они разрешили расторможивать грузы в Венеции, в Киевской областной таможнике, забрали грузы отец туда, а тут, то есть, сначала на Американское оборудование, выделили деньги на тренинг, мы начали ремонт, а деньги на ремонт скурали. Сказали, техническую проблему, ну, надо ремонт, денег нет. Пока мы добровали деньги на ремонт, еще должны менять, поменять закон, полавить. Полавить закон поручили сыну Порошенко. Сын Порошенко поставил на голосование Луцетка выступил против него. Хорошая история. И, ну, ну, глава фракции против. Что делать? Вот, сын президента ходит, на глава фракции против. То есть, меня они обыгрывали, и вообще, вот, отца в ладенинах хотели. Я говорю, ты там придерживаешься, ну, не можешь, человек, ну, каким богом. Ну, что там, не то. Того еще подоли, товарищи. Мы натренировали 250 людей, нашли молотить, людей со всей Украины. Идеалисты есть их англ. Мы должны были давать им минимальную зарплату, там, что-то, по-моему, 4500 гривен было, и высокое где-то находило еще больше. Там, ну, где-то, высокое, сам премия, мне получалось, где-то 500 долларов, что очень неплохо для начала. Совсем молодые люди, и функций у них особых не было. Компьютер все решил. Мы эти люди тренировались, 6 месяцев лежали, 9 месяцев. А подгляды я полностью меня просто цены сводят. Один посылает, вот как на первом чемпионате. Придется, придет, я же своего сына доручил. Саму сыну, ну, и царство проведать. Ну, ну, царство, что-то заважает, там я с ним буду. другую. Потом, крось, приезжал, крось, при камерах не обещал, что надо будет делать. Потом, бедные, у меня, барышевские объявили выговоры, 4 выговора, а потом возбудили уголовное дело за то, что на 8 марта выписал женщинам количество, 400 гривен. И потом, естественно, я понял, что меня дурят, я ушел в основу, и все, наконец, закончили фасад морского порта. что мы гладили, фасадом не шли. А то, что внутри должно было выйти, фасад там уже закончен, станет закончен. А там внутри сейчас развлекательный центр. А там уже там живем, не было, там уже вдохнули, и жизнь продолжается, как всегда. Вот вся история помешала, помешала отсутствие политического воли центра, помешала прямая помощь на стороне центра мафиози местной, помешало то, что, я думал, что когда я еще не ехал в Одессу, у нас есть жизненный интерес, вот когда для тех людей, которые, конечно, по большим параметрам против сепаратизма и единства державы, я думал, что вот как раз, почему в Одессе поднимаем всех мерзкие элементы голову, это вопрос показатель преимущества украинской государственности. Что Украина дает этим людям? Не просто так говорят, дает. И я думал, что это жизненный интерес президента Саны и могу это помочь, потому что это будет его успех, и это будет успех у всех нас, и так далее, и так далее. Оказывается, сочетливо наоборот. Все очень просто. Они назначены, Моржевского, и так далее. главу таможения. Порошенко так хорошо объяснил, почему Моржевского. Было чиселение активисты Майдана, провела несколько семестров в Карвардском университете в Стэмфорде, говорит хорошо на иностранных языках, хорошо выглядит, хорошо разговаривает, честная порядка, все. Как здорово. А потом оказалось, что каждый год, мы были каждый месяц, из Одесски таможни вописать сюрприз, это поступало от двух до пяти миллионов долларов кеша от кадров. И у они были, ну а где наши деньги? Как эти ваши деньги? Ну, на другую, это может быть, денег больше не беру. Ну, это прямо она не говорит, но через челюсть будет. Ну как? Это для пиара было, а это где деньги? Или даже седьмой километр? Седьмой километр. Каждый месяц от двух до трех миллионов долларов это вописаться президента в чемодане за счет это обналичивание НДС и это валютная операция. Ну, естественно, не забыл. Обход перед бюджетом. Опять-таки, сняли там начальника полиции, который был личным сторонником главы охраны президента, и президент был смертельно обрешен. А глава полиции забрал эти деньги и отбрал эти футболки. Я не забрал эти футболки. Поэтому эта история, она очень простая. Она сводится к цифрам, она сводится к конкретному идее, что она сводится к тому, или человек барыга, или человек хочет строить решку. Барыга никогда по определению сможет, кто хочет решить. Через мои руки грузии бюджет вынесся в плене 12 раз. И экономика грузии выросла на 400%. Я вот как пришел с чем-то, так ушел. Не бывает, не бывает, что как съел карманы государство, как только началась с себя кармана, он все хуже и хуже прикладывает, кажется, ну, не получаешься. Нету среднего. Еще у меня не единый, а сюда можно не получать. там, где ты должен сам себя вынескивать за волосы с болота, или ты вынескиваешь, или ты тонь с болота. Нет, ведь они решили добыть волосы. Давайте не научимся с ними. Вот все что. Друзья, вы видите, что фундаментально выкрываем полную фундаментальность, поэтому давайте завтра домовность. Давайте, я короче буду готовить. Доброе, самая новая нить выберете и задавайте. Пожалуйста, наступим данные витчинки. День добрый, Михаил, я бы даю вас. У меня вообще не было просто, на этом я не связываю. Давайте. Ну, вы в Грузии, в Украине столкнулись тоже с той же проблемой как это территория Абхазия, Осетия, Донбасс, Крым. Какой вы видите механизм возвращения этих территорий и у нас и второй вопрос о район земли в Украине. Спасибо. Так, во-первых, первое, значит, мне кажется, не кажется, я уверен, что Украина и Грузия вернутся территорией, а только будет первый большой кризис в Москве, он не неудобно будет, но при этом условии, если мы будем в Хор, если мы будем в Хор, потому что, знаете, Путин все заполосил, это означает, что все хорошее, Россия, как бы, это из-за него, но все плохое тоже из-за него, а плохого все больше и больше. Люди устают от любого литера. И если он завтра попер, а так не очень быстро, там некому понять власть, потому что он уничтожил весь политический класс, там нет военной элиты, а если ФСБ не может удержать класс, это нигде в мире не удержу. Такие службы безопасности. То есть он создал систему, которая не может быть долгосрочной. Но допустим он завтра рухнул и там началась смутная работа. Как бывало неандероград в российской истории. Последний раз это было двинут. И она продолжалась несколько лет. А Украина готова к тому, что быть такой форме, что вот если у Эстонии была, Эстония готова. Эстонии доход ВВП 5 раз больше, чем у России. У Эстонии нет 13, у них есть морские, у них есть все те же вещи украинцы, у них есть отечественники, у них есть какая-то помощность, но Украина гораздо больше чем Украина. Территория, рынок, нету, все земля. У Эстонии еще этого нет, но Эстония связана врач. Поэтому в Эстонии в городе Нарвак, где живут они русские, сейчас они правосороны за русских националистов. Они видят через ветку у него города, им не нравится то, что в поле России, даже русские. Если Украина еще не будет такой богатой, Эстония, но она будет быстро развиваться и будет движение, вот силой движения в люди в Ростове уговорить там вас куда вообще лезть, мы сами хотим уходить. Там порядок, там развитие, там бизнес, там не хоррукции, там не убивают, и так далее. есть канал от который рассказывает как плохо жить в Крыму, но это неправда. Крыму естественно плохо жить, как можно жить, хорошо подокупаться, но Крыму больше консий, Крыму больше вариантов ковричков, Крыму лучше дороги. И есть чем сравнить. Более того, если я работе, сработал, в отец его возьмут или возьмут. У меня еще Крыму лучше, чем Алиска область. Почему она все пристроит? Может лучше дороги и лучше порядка? Типа? Хотя оно конечно тоже очень скучно. Захолуст Крыму не строю. Вместо того, что если в отец хорошо развивалась, Крыму с и в родине давно бы закончили. А вообще будет с дополнительный или Украина к тому времени будет быстро развиваться, открываться и так далее. И тогда проблема будет решена. Вот взять вопрос в средство лица. второе вопрос продает это время. Так, ну, про землю. Украинскую землю можно продавать или не продавать. Украинскую землю продают каждый раз, каждый день сегодня. Извини. По позару. Да. Да, сегодня реально. За последние пять лет. Количество землевладений Порошайков удвоилось. Что, от бабушки получили наследство? Откуда у него больше земли воюля за последние пять лет, чем раньше? Я хочу спросить, ну, как в России в Липец есть земля? То есть через какие-то механизмы, через вот эти бабушки и так далее, через их бои они закупили. Правильно? Подкупили дарёв и мужчин. То есть земли сегодня есть, но те, которые у власти не более почему 2500 рейдерский захопный залит земли. Что такое рейдерский захопный? Это же не просто человек пришел. Они все приходят документы. То есть у одних они документы, а потом приходит рейдерский большую крупность другим документы. земля моя. И кого больше мускулы земля рифми. Да. И это вопрос привод демокации. давайте ведемся к тех бабушек, тех селян, тех всех, которые демокации. Не то, что аналитики не трое. Вот они хотят сам, что они в погоду торговали эти, они хотят, чтобы была минимальная цена установлена за это, они хотят, чтобы врез под электроны, но слетят на тебя. Давайте не будем решать представить. Вот есть человек, который живет на этой земле. Давайте можно ее спросить. Давайте для этого использовать дублем не будем считать, что она глупее, чем латифундийский. Правильно? Факт то, что у нас здесь Косюк, у нас есть хорошая самовруда земле, которая хорошая Косюк, 3-4 как шоу. И латифундийский украине хуже, чем в Латинской Америке когда-либо было. У нас земельные аллигарты гораздо хуже, чем где-либо было как на каком континенте как тайм. Ну, это факт. И это все подлом с тем, что не допустим, чтобы наша продавца не продавалась. И под этим планом они захватили столь. И прекрасно их работают друг другом. Вот вся история. Давайте сейчас обратиться в Синар и пусть они решат. Все очень просто. И вообще народ в Украине. Пусть народ Украины решит. прекрасно понимаю, настолько важна для украинцев важна земля. Что я прекрасно понимаю историю, когда фашисты вывозили Чернадцатьем во время войны. Это все правда. Это огромный ресурс. Сегодня этот ресурс только на десятую часть работает на народу Украины. то, что реально решили. в Одесской области где такое количество сергал самый бедный из всего Европы. Каким образом это возможно? Как это самые богатые землевладельцы всякие герб кернелы и так так. Как? Люди с голову помирают просто. И потом эти же землевладельцы приходят и у этих старушек бесценную скупают голоса. Они стоят на своей огромной земле на золоте и продают голос за 3 килограмма гречки. Как? Вот и все. Дуже богато было пытаться про не разумыть это название языка из Киева. Так. Здравствуйте, президент. Мы Петяна Ефимов. На 20 лет начало свою корректировку структуру, не согласно было системы. Ну как будет предпочекировать? Суть в том, что вопрос в том, что зная придя туда 20 лет назад и видя кто остался там работать, они просто все меняются местами, ничего не обновляется и никакому новому поколению не дают туда войти с новыми инновациями. как вы оцениваете риски того, что они все-таки будут держаться и не будут готовы на смену системы и ухода оттуда. И еще такой вопрос. Планируют ли рост новой сил из-за этих молодых? Да. Я вам скажу, что вы совершенно правильно сказали, не было это сухая. Они вообще не представляют как-то куда может быть. Они хорошо устроились. Так почему так? еще раз говорю. Знаете, кончено спал, поскольку у тебя я не знаю у кого больше там, у правительства и у коррекционеров, у оппозиционеров. У них они все состязаются. Там особой разницы нет. не можешь понять. Вот Грузина, в моей партии администрационные и я там в моей серии химики как у нас 4-7 активистовая региона. 400000 активных нерегистрированных активистов. Их можно узнать потому, что они плохо одеты, сравнивали. Вот так получилось. Украине оппозиционеры таких же неожидательные как и у артии. они все в оппозиции находятся на самом деле сегодня народ. И поэтому когда мне говорят, что у тебя спешил у тебя. Понимаете, в чем вопрос? Зелецкий поездил к Матрону. Почему? Потому что есть параллельность, что типа Матрон убрал старый политический класс. И вот Зелецкий победил, уберет старый политический класс. И так и маленькая разница. Во Франции это действительно политический класс. Да, часть из них чуть-чуть корругирована, часть из них там неучшен. Но кто и политик? Они политик, никто из них не миллиардер, никто из них не заказывает убийство. Украине нет политического класса. Украине есть политическая мафия. И что такое политическая мафия это люди, которые десятилетия выстраивают схему и у них все свачено. И на всех сферах жизни они могут садатировать любую новую инцерктиву любой новости. Поэтому они не просто собираются практикаться, они уверены, что у них это будет. Они вообще не сомневаются, что это все временная неудача, как-то они будут у них головная ошибка еще в оборчу феномен зэ. Порошенко все время это тимошенко. Потому что они друг другу воспринимают серьезно. Он до Грицарька создал какие-то моды, до Тимошенко нашел еще. Они серьезно воспринимают друг друг. И вообще не воспринимают народу кайда. Друг можно обнурить и вдруг откуда из того будет какой-то цвет непонятный. С ним весь народ пришел как я только что подогреть Юлю. Юлю. Ну и что? А мы продавшись за другого. это было как раз прелестью того момента, потому что они настолько не воспринимают помимо своего круга насколько не воспринимают свой народ, что они такой полный сторон. почему эти злые исчезли? Как это? Эти недосрелые дебилые украинцы нас не убирают? Ну что? Вчера организацию создали софтисты в Украину. И какая-то группа людей может заслужить в прошлом. Говорит мы не тот волны могут и целес. А кто это вообще? Один человек это голос. Не лови джон. Паркиса и санки хренов. И поэтому все очень просто. Мы обязательно будем участвовать в том, чтобы привлечь гораздо больше новых людей. Собрать деревья будут смятейные. Ошибок будет много и удач будет много. Но в конце концов главное что случилось вот человек это человек это молитв это человек это молитв это во-первых и они должны добраться. Они говорят в Синякске это человек Коломойского в Москве это вместе не получается. Или потому что Коломойского в Москве это маленькая проблема. Или человек Коломойского это Москве как-то надо выбрать нарративно. Допустим как они зашел допустим а с другой стороны допустим что действительно вот этот человек кого-то а с другой стороны просто аллигарх. Не человек аллигарха не друг аллигарха не партнер аллигарха а самое что есть настоящий аллигарх. Он не больше не шоколадный король. Он стал главным владельцем энергетических акций запаснивуды запускает руку через энерго активы карман каждого каица через кварти минуту ежемесячную плату за газы электрэнер он главный землевладелец главный галки фунтиз украины он главный попав украины один из главных это и есть олигархат разная бизнеса в одном лице и власть одной улице там не говорят гипотетически человек гипотетически другого аллигарха против настоящего аллигарха у которого вообще нет сомнения что вы видите как аллигарх смотрится как аллигарх говорит как аллигарх но это аллигарх и никогда все-таки убирал аллигарх и не получается это раз во вторых давайте еще раз представляется один выбрали еще раз больше и это означает что если всего этого урал 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 все народ может это ну как там же с другой стороны с другой стороны гарантии нет для прямого но это есть какой это шанс а сеть вообще без боли так разумно люди выбирают или или вот какой это шанс или вообще без шанс а я не помните уж без шанс лучше мы все-таки привыкли к этому ну не могут люди привыкли поставили лудержу и поставили механик воду все очень просто поэтому они будут не только они точно основные свой график как все пустить на кубе сваде но я вам скажу следующее не получится потому что эти выборы в отличие от все все ничего не будет как прежде все будет иначе потому что нет старых пароль лучше люди и они понимают что это не то что одна другая победила другого вообще другие силы это джин который выпущен из бутылки невозможно вытолкать потому что люди понимают что все они сами все сами они сами должны так они показали старым что они первые червячи поэтому я в этом участвую в том смысле что как то максимально быть бдительным наблюдать не дать успеху никому и одновременно находить новым людей в семье не то что сами находить просто дать стимул и войти знаете Обама не очень меня любил и я тоже его хорошо поклонить но он говорит правильно что не надо тебе твоей политики еще ты ноешь на кухне не не надо спалить иди сам ставить политику не нравится тебе как твоя община организован как твой город граммат организован иди сам становись грамматом активизмом что ты постоянно на кого ты жалуешься вот сейчас быстро 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 меняться настолько нет и не дальше нет человек отправлен сейчас мы сейчас придумали какие новые Я поделал последние годы месяца, меня нет большой канала, кокаин не показывает, никогда не показывал, если показывает, то плохо. Показывает, как сейчас, про занято, сейчас. Саркашин нюхает кокаин. Я говорю, если я нюхал кокаин, вам бы она не показалась. У меня это многое влияние. Понимаете, вот вчера какая-то женщина выкинула, что там вот, и он, Саркашин говорит, можете встретить Варшаву. Наконец-то признался в железный человек Коломойского, ничего этого не говорил. Я сказал, допустим, даже если вы правы, допустим, ну так сказал бы. И, во-вторых, все комментарии, все, они же вроде валят за тебя на звук, а что нужно ждать, что там команда, что там команда, что там команда, что там команда. А я смотрю, железный человек волнуются. Смотрю, у него, действительно, и он, кто-то поджимается, кто-то оказывает, кто-то бегает, что-то, посмотрите на меня, и он... Ну, реально сильно, и что это, мама-то не желает, я понимаю. Я давно к этому привыкну. Давно? Говорит, пришли вот эти украинские поэтишные ноги в Хатарварде, и там в немецкой журазе они, как сказать, вот, в общем, говорит, Саркашин там команда. Она говорит, почему? Она говорит, она в немецкой журазе, я знаю, Саркашины вроде нет. Как нет? А, говорит, какие у вас есть такая? Он говорит, нос чешет такой, она говорит, я тоже чешу. Он говорит, ну, иди. Ну, может быть, он хочет, чтобы я его наказал, а что делать? Мы тут. Ну, что-то, как вы, пожалуйста, пожалуйста. Дуже дякую. Дякую. 33 года. Так, Сергей. Дуже дякую, президенту, за то, что маю такую возможность еще с вами диспликуватися. Хотим бы залишить три ремарки, и задать только одну ремарку? Давай. По-перше, мова. Вы сказали, что девочий президент начал учить мову только 30 лет. Как на меня, то, в самом деле, не важно, в каком месте украинец начинает учить мову? Нет, я всем угоден. Потому что, если мы забудем мову, то мы сделаем целую нацию. Я всем угоден. Я всем угоден, но не нужно, не нужно людей делить, потому что нужно им дать им. И импульс то же самое сделать. Треба им показать, почему это важно. Так, прикольно, как раз в таком стиле, пояснили людям. Они просто на них нападали, на то, что они не имели важливости. Такие регионы. Ну, вы же знаете сами. Я, конечно, знаю, и поэтому сейчас задаю те вопросы. Хотел бы еще одну ремарку относительно вашей промои, когда мы слышали все, что нет небагатых политиков в нашей стране. Особисто для меня, знаменитой и фаховой особой, которая не есть много в нашей стране, и великим политиком, я считаю Руслана Кошуницкого, бывшего веце-голову Верховной Ради, остальную легитимную особу в 2014 году в нашей стране. В Винках я по партию представляю. Я в здании не представляю. Не-не, не вы, в Винках. Насколько мы не знаем, у нас объединенный рух националистов в Украине. Чица свободы? Чица свободы? Голова свободы. А кто голова свободы? Мы можем поговорить. Пупс. Пупс. Один из наиголовнейших олигархов власти в Украине 20-ти в Украине. Ну, это так. Довольно говорим, я не знаю. Я же, у меня нет такой тормозей, так? Добре. Я скажу, що пупси є в аргей. Добре. В таком разі, в связи с тем, что ваш коллега просит скорейше задать петент, я хотел бы его виспосредин задать. Зараз, навіть я вважаю, в цьому задлеру дуже багато людей, которые по-рисному икрулятся на ті выборы, которые закінчились в кінці березня, представляете різные интересы, бачу наступное нашей стране по-різному. Хотел бы вам задать вопрос. Чего бы вы порадили в будущем президенту, чтобы объединять нашу целую нацию в единственный кулак, чтобы мы были, правда, великой силой. Как нас объединять? Я с ним абсолютно согласен с вашими вопросами. По-перше, для меня очень больно, когда я любил людей, я, которые смущены были оставить свои дома, потому что Лонбас исторически это был и украинский регион. И это как раз суперечит, потому что в Сарелии завжди российская пропаганда всему святу рассказала, что мы знаем, что большие украинцы находились в великой кислоте из них с Лонбаса. И я знаю, многих моих грузов, которые, действительно, еврейские патриоты, шире патриоты, я из Донбаса, я их встречал. И когда началась эта агрессия, я закликал моих любимых грузин, приехать и помогать. У нас было багато тысяч офицеров сгамная військовая подготовка, потому что американцы продолжают в последние тысячи лет, в найкращих закладах воинских СССР, тез, пару сотен наших офицеров, профессиональных, у которых была карта заработка плата грузинской армии. Залишили свои посади, залишили свои пасти. Против них порушено было и пророссийские влады на жеркорзии в криминальной сфере. Они приехали в Донбасу и больше, чем 20 людей, офицеры, загинуло. Большинство я стал особистым. Они были не разом у меня в гостях. Я с ними откликнулся, я был в их похоронах и т.д. Для меня это очень полючател. Я действительно приобретаю документ, когда Донбас и все украинские территории, так же и грузинские территории, вернулись к нашему стране. Я абсолютно приобретаю, что это будет вступить. Что делать новому президенту? Мне кажется, что главное, что нужно делать сейчас, не делать то, что сейчас делают перешек. А то, что он делает, это он сдивает украинцев на первосортих и высоких. Он сдивает украинцев на так называемых интеллектуальных, которые все знают, а и других идиотов, которые под влиянием пропаганды, что неправильное оберегает. Это неправильно. Я шутбал на масло, но когда главный аргумент против политических оппонентов, что они наркоманы, это не прихня. Все знают, что это прихня. Когда главный аргумент это не совсем гильный аргумент, это показывает, что таких людей нужно приобретать из политики, потому что такие люди разъединяют и никогда не сдать на обехода от людей. Я вважаю, что питание веры независимо украинской православной церкви это очень важное вопрос о сердечении украинского народа и всему среди сходу. Я очень понимаю, что означает вопрос для Украины, потому что когда нет опыта государства, то это один из исторических людей, как представление для того, чтобы считать себя украинцем, я не знаю, но знаете, как это делается? Когда люди после Майдана в Одессе работали с нами, было очень модно читать украинскую мову. Почему? Потому что это патриотичное настроение. Чтобы собрать этот настроение, нужно, чтобы украинская государство работала на людей. Чтобы собрать этот настроение, нужно, чтобы люди увидели, что государство украинской государства, и тогда будет консенсус, что все рухают в этом направлении. Если просто корректировать систему как инструментом дискриминации, или проэтической государства, то результат будет, как строительство. Я как пример для Грузии. В Аджаре, у нас все парады, люди, сами до него никто не помнит. Почему? Потому что Аджаре стало 10 связей меньше, экономичнее, чем была. Они почули, что для них, какая користь для них в том, чтобы быть грузинской государства. Знаете, что при мне почти 100 высотых молодых азербайджанских грузинских это несколько разом 15 плюс населения поучали и сейчас выгружают грузинскую мову. У меня было 0. Никто не говорил. И я пришел на них и сказал «Зараз вы поки будете читать Украину грузинскую иначе вам будет Бога». Ні. Мы сказали «Это ваша держава, вы уходите цей державы, у вас все перспективы, вы сделали тренинг программу». Например, мы няколько раз получили стати на навчание, мы нанесли кілька тысяч грузинских молодых навчали грузинской мовой, но главное мы пришли туда до рока. Туда не было еще литейство, новой школы, новыми частей на суспільство. Я так скажу. И это опять развитие, праведливость, ливность между законом, и то ты, севы. если не двигаться, если просто хаслами говорить, я не про собом сказал, потому что давайте говорим про все. Люди, которые под националистическими хаслами, у меня друзья, у кого все хлопцы сахинули за Грузию, они для меня особистые герои, как и Игорь Мангер, например, как и Грузию, написал эту реклама, которую я не сгодил вчера, но он не имеет особистую герою. Так, Тополь. Но когда часть этих людей, они сами компрометуют, иди в Украинский государственный, в своем жизни, в своем поведении, когда есть пупс, как и молодые, я не знаю, великими ресурсами, когда свободный муниципальный прокурор, который продавал посадку прокуратуры после Байдана, когда Махницкий, прокурор, генеральный, свободный, националист, стал продавать посадки каждого дня, и криминальные справы каждого дня, почему мы не посадили в Украине, в Украине, в Украине, в Украине. А когда Махницкий зараз мает великие маэтки, великие гроши, и он сидит под прамера националистов, я бы это не знаю, потому что у него много важливейства сделать. И что он сделает для Украины? И не нужно удивлять, как сейчас, когда у частиных людей есть такие отношения для этих людей. Не газовыми нужно делать, а реально делать. И тогда Украина будет сильной, национальной украинской державой. Я тут проявлю, я говорю, я грузин, я патриот Грузии, я профилю в Украине, но також я людина, которая строила грузинскую державу. С нуля у нас не было державности. Я знаю, что такая державность, я знаю, что такая идентичность для державы. Я не та людина, кто не может этого разумить. Никто так не разумеет украинской националисты и грузинской националисты. И это не страшно было так. И был мир, что война в юно-краинских националистах, как его в юно-нашей партией грузиновых сил. Там есть слова про кордон, про Украину, великую Украину, ведь сну, великую Украину, ведь сян по Кавказу. А вот давайте заложим больше, сяну, что сейчас, сейчас ты, сяну, а вот я в юно-кордун Грузии. И так он и будет в нашем жительстве. А вот я для чего, как противорваться. Есть перспективы, есть перспективы, люди возвращаются. Нет перспективы, не возвращаются. Появится перспектива, как сразу же должны помочь людям рвуть. Вот в Латвии, в Латынии, мои друзья рассказывали, как это сделали. платежи и они должны приехать они должны собрать и спросить вот что нужно и и вы дадите предложение вы увидите что чему-то мы придем не мешать и вам какие-то вещи нужно создавать допустим в латвии это как было начало мне кажется кому отдались мы уже 10-15 лет ну в Англии где-то вы хорошо строились у нас и нам не интересно а потом придать и вас сказали а если вам жилье допустим бесплатно дать и есть у вас земельные участки бесплатно дать если вам даловую льготу дать на 2 года если вам специальные кредиты дать и вот прошли по этому списку и под корей сделали оптимальную вещь приняли полнавитель всеми латвии и от 2006 сразу возвращаться сейчас это Эстония то что нам в Эстонии практичнее если сомнить там число гернических в Эстонии практичнее не обеспечивая благодаря всем этим мерам поэтому мне кажется что вот просто я на самом деле не обидел я когда-то приехал правильно я просто бы бесить хочу вспомнить все эти вещи мне интересны ваши вопросы но следующий раз сюда должны прийти и приехать представители власти с этим вопросом они может там голосовать на население все понятно сейчас как вернусь лучших украинцев потому что самые благоспособные самые интеллектуальные самые перспективные представители украинства общего или уже уехали или по большинству уехали какая-то часть айтищников остается который в принципе можно там сидеть там на Дельбасовской в Одессе там тюрку есть и одновременно работать на компании но это исключение люди особо работают в жизни которые высказывают что они у тех страны здесь они работают поэтому надо менять вот это остальное данное тоже другого рода не трамал в руках вот это очень большое спасибо я секретую в Украине в Новопольской области для меня это не у меня не стоит на первом плане главное чтобы люди порядка была и украина пан президенте таки питания например 22 квитня вы генеральный покорок украины ваших первых действий и такая реплика подивившись на маятки даже не маятки а палацер наших чиновников вы говорили там в Одессе про дитячие поверки думаете гарно ли вы были дитячие поверки с твоими да ну ну значит когда я стал президентом Грузии это же та же самая проблема ну такого масштаба и существовала Грузия почему они такого масштаба потому что Грузия очень бедная страна была и они все играли но было много меньше чем раз чем украина и были маятки так значит я собственно ручно перевел два то есть один дом престарелых провел в дом главы счетной баллады Грузии других других бед другую другую группу это было ну детский как раз для обвеснованных детей был дом вообще семей по-моему наверное семей я их забрал прямо на новый год дом второго министра одного из министров потом у нас был такой Калашевых который выстрелил огромный дворец в Орзабоне в России промышлял и мы главный орган по борьбе с ворами в Орзабоне разместили в его доме полиции в пяти больших городах были размещены были в домах в Орзабоне это был самый лучший набор вот как у нас были в Орзабоне сейчас точно так же Украине эти коррупционеры поэтому с самого начала нужно на них взяться однозначно поэтому мне кажется что в генеральном прокурорном Украине должен быть молодой украинец который сейчас охоте Украины который никогда не будет частью системы и который будет очень решительный и очень беспощадный и такие людей можно найти если захотеть если захотеть они пусть уходят и поэтому тут вопрос такой же и второе люди должны объявлять этому генпрокурору каждый год доверие и не доверие через электронную демократию потому что когда мне говорят ну про меня всегда говорят Сапашельков ну про меня трудно сказать что клоун ладно но про Женецкого можно легче сказать что вот он клоун он там комедият и так хорошо а в Луцето не вновь извините человек вообще как может Луцето быть генпрокурором это настолько надо издеваться над собственным народом извращаться над идеей законности законов что взят Луцето и назначить генеральную прокурору и все остальные и ну по вопросу все они они настолько знаете и когда последний последние дни я смотрю что Порошенко вчера сказал я ни о кого в отношении так просто не клоунный мау вот так не так страшно помнить который становится президентом чем президент который стал полным помнить конечно реально предположился помнить он ярче кто кроме полника может это сказать и когда мне говорят вот вот была женщина из Грузии там типа чего ты и сейчас я смотрю у меня что-то при ЧПС до Украины большая до своей Грузии я очень хочу поехать в Грузию я не бегу я не бежал из Грузии извините ребята меня не пускают туда так же как меня не пускают в Украину и не пускают те же аллигарты тех же валюты которые думают что если я туда был особенно Грузии это правда если я вступаю на Грузийскую землю через 8 часов и они справятся просто нет наземной границей и восстанавливаются с Грузией надо туда лететь а когда Порошенко меня похищал и когда вы самолетом установили взлетел с Парисовской аэропорта Грузия не оттерпелся аэропорта на всякий случай вот так вот и и потому что это Порошенко туда ездит и украшивает меня забрать я сказал только через нас можно мёрквое тело ни в коем случае он сюда не приедет да поэтому я не причиняю себе я люблю Украину я с ним много лет своей жизни провел в Украине но помимо того меня не пускают ни в Украину ни в Грузию это теоретический вопрос как только я смогу ступить на одну или другую сделаю обязательно это сделаю поэтому отставок когда он сказал у меня после 22 я обязательно туда поеду сначала в Украину но потом и Грузию что очень круто панино приятного приятного мальчика я даю мальчика теперь мы прошиваем сели сделать суть на фотографии с Паном Белатом это старо водный спектр Продолжение следует...